Шестой цех. Первыми задания у станков с ЧПУ выполняют фрезеровщики. Пока одна группа размышляет на чертежом, вторая уже стучит по клавиатуре управляющего модуля станка. Такое оборудование для многих участников конкурса в новинку. Но где еще получать опыт, как не на потенциальном рабочем месте? С 2016 года Алтайский приборостроительный завод принимает на своей базе юниоров конкурса профессионал. Участники конкурса – 10 студентов средних учебных заведений края. В первый день они могут тренироваться с наставниками. А вот дальше юные мастера токарных и фрезерных специальностей несколько дней будут соревноваться между собой без подсказок. Сначала в рамках испытаний разработают компьютерную 3D-модель будущей детали, а потом выполнят ее на станке. Я видел чертежи, то, что у них будет на соревнованиях. Там все в пределах 0,05, достаточно такие жестковатые размеры. Но это уже таким надо быть специалистом, чтобы эти размеры поймать. А пока будущие токари и фрезеровщики испытывают себя, к ним присматривается потенциальный работодатель. Современный российский рынок труда посылает свои запросы в сторону рабочих профессий. В Алтайском крае на предприятиях промышленного сектора заняты порядка 120 тысяч специалистов. Но потребность в кадрах выше, потому что перед заводами стоит задача увеличить объем производства, спец- и гособоронзначения и выводить продукцию на импортозамещение. Практически на каждое предприятие нужны специалисты. Где-то это десятки человек, где-то эта потребность доходит до сотен специалистов. Поэтому этот вопрос, он очень актуален. И важно, что заводы имеют заказы не разовые, а серьезные. Заказы на 3, 5, даже больше лет. Но сами конкурсанты пока думают только о состязании. Победители получат не только сертификат, но и шанс представлять регион на всероссийском этапе конкурса профессионал.